Повсюду встречается лосиный след в виде вот таких погрызов, как я уже показывал. Вот деревца погрызаны. Но природа так устроена, что лось, пусть он и снимает кору, но какого-то глобального вреда популяции деревьев не наносит. Вот, все строго взаимосвязано. Даже вот эти больные ели, которые уже погибли, вот вы видите, это жучок погрыз, кора сваливается, ну и, собственно говоря, дерево кранты наступает. Даже он, прикажущийся вот такой массовости, вот что видите, деревьев здесь много таких, даже он природой контролируется. Стоит вмешаться человеку, как все меняется, не пойми как. Вот такая ситуация. Удивительно, вот уже такая достаточно поздняя осень, увидел в лесу гриб-зонтик. По-моему, он нормальный, не сгнил. Вот видно, пластинки хорошие. Колечко у него, видите, оно вот так вот слегка двигается по ножке. Это настоящий гриб-зонтик. Присыпан листьями. Вот здесь как будто присыпано. Такой вот отросточек у него здесь. Ну и эти грибы я иногда кушаю. В жареном виде, иногда в сыром. Правда, сырым я их начал есть совсем недавно. Вот он кусочек. Я отломил. Видите, он не гнилой, нормальный. И на вкус даже прям как будто кушаю курицу. Приколен гриб. Я уже ел. Повторять, конечно, не надо. Если сомневайтесь там в чем-то и так далее. Просто я это делаю на свой, так сказать, страх и риск обдуманно. Я это уже делал, знаю. Вот видите, гриб. Очень вкусно. Его, в принципе, обжаривают. То есть, вот собирают эти шляпки, жарят их и получается очень знатное кулинарное блюдо. Повторюсь, я иногда их кушаю сырыми. Сегодня не завтракал, поэтому вот эти два кусочка они будут весьма кстати. Остальное я оставляю, чтобы споры рассеивал. Ну, такой замечательный гриб. Извиняюсь, что говорю с полным блюдом, но вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok.